Доброго времени суток, YouTube! Сегодня я снимаю такое вот несколько домашнее видео, да и тема, в общем-то, моего видео очень домашняя. Как видите, я без украшений, я только нанесла макияж. Я в домашней одежде, то есть вот так выглядит мой комплектик. Он немножко, может быть, похож на пижаму, но так уж есть. В принципе, это домашний комплект. Тут такие мышки, всякие тут аппликации у меня нарисованные. В общем, брючки к нему еще идут, такие небольшие капли, очень свободного покроя. Это был запрос, как я выгляжу дома, выгляжу ли я всегда на 100%, либо я могу встретить, например, мужа в халате и в бигуди. Ну, давайте начнем сначала, вернее, нет, с конца начнем, да, с запроса. В моей жизни давно уже нет такого слова, как халат. Нет, халат, конечно, у меня есть, но он скорее похож на пеньюар, который я могу использовать максимум, когда от спальни иду до ванной комнаты. Все, потом я переодеваюсь 100%. Дома я ни в каких халатах не хожу. Даже когда у меня был маленький ребенок, когда он был еще грудной, я использовала специальные маечки для кормления, то есть у меня было специальное белье и специальная одежда для того, чтобы можно было кормить ребенка дома, либо если я где-то нахожусь в общественном месте, чтобы это было незаметно. То есть, в принципе, я никогда не ношу халатов дома. Что касается бигуди, да, у меня короткие волосы, и мне не надо их на ночь накручивать, но если бы я их накручивала на ночь, да, то есть если бы я вынуждена была, да, это делать, у меня когда-то были длинные волосы, я, конечно же, спала в бигуди, то я это делаю вечером, прямо перед тем, как лечь спать, и снимала бы рано-рано утром, чтобы, скажем так, не смущать моих домашних. То есть я считаю, что женщина дома должна выглядеть ухоженной, опрятной, аккуратной. Сегодня я, как видите, с макияжем, потому что у меня приходил электромонтер, я меняю счетчик электрический, он пришел, в принципе, мы с ним встретились буквально там на 5 или на 7 секунд, когда мне нужно было сначала открыть ему щиток электрический, а потом подписать акт о выполненных работах, все. Но я оделась нормально, я оделась так, чтобы можно было выйти на лестничную клетку, потому что тут же соседи, соседи повыскакивали, а что это, я слышала, как отворачиваются, знаете, когда сзади у двери есть такой глазной, вот, глазок такой, да, и у него есть заглушечка, я сразу слышала сначала, как люди начали смотреть, что там такое, то есть я слышала, как эти заглушки поворачиваются, вот, народ начал смотреть, потом начали открываться двери, все бабуськи выспали на лестничную клетку, посмотреть, что что-то такое происходит, что там, ага, ага. В общем, монтер оказался, соответственно, мужчина, и я должна была выглядеть соответственно. Прическа должна быть обязательно, макияж это на ваше усмотрение, я, если нахожусь дома, и мне не надо на улицу, я макияж не делаю. Могу максимум, что я сделать, это просто ресницы подкрасить, и бальзамом для губ, губы увлажнить, потому что сохнут, сейчас очень сухое такое время года, когда отопление еще не выключили, и на улице еще холодно, ну, в общем, сами понимаете. Так что это вот так вот про мой внешний вид, никогда я в халате не хожу, могу вам сказать, что эту хорошую привычку привела мне моя бабушка, но бабушка не родная, была, скажем так, няня, которая воспитывала меня, и я ее считала очень близким мне человеком, конечно же, мы практически до самой ее смерти поддерживали отношения, и она ходила, она еще, знаете, она такой вот старый закалки человек, она москвичка, она никогда не ходила в халатах, то есть у нее были красивые пеньюары, она всегда ходила в домашних платьях, и для меня это было как само собой разумеющееся, что человек именно ходит дома так, как если бы он просто вышел на улицу, и, в общем-то, выглядит опрятно, выглядит аккуратно, и это вот такое состояние, да, когда ты выглядишь хорошо, оно как бы тебя держит в тонусе, то есть у тебя появляется, ты знаешь, что ты хорошо выглядишь, у тебя прибавляется сил, у тебя хорошее настроение, то есть я, да, я каждое утро делаю прическу, я могу макияж не нанести, но прическу я сделаю обязательно, я не люблю ходить лохудрой, я не люблю выглядеть, как будто, я не знаю, там, не мыла волосы неделю, или не причесывалась вообще никогда, то есть я считаю, что женщина, особенно перед мужчиной, особенно перед своим мужем, она должна выглядеть не на все сто, конечно, потому что иначе он не был бы с вами, если бы вы все время выглядели на все сто, он видел вас разный, он видел вас всякой, и утром заспанной, да, и опухшей, и без макияжа, и с размазанной тушью, там, я не знаю, иначе бы он вас не любил, но я считаю, что женщина должна держать себя в каком-то тонусе, в каком-то хотя бы, пусть это будет незначительные какие-то усилия с ее стороны, но они должны быть, я думаю, так. Поэтому, да, для меня выглядеть на 100% нет, но на процентов 80% вы выглядеть должны все-таки. Дальше. Был еще такой запрос, как я провожу досуг с семьей. Сейчас вот мы болеем, у меня сейчас ребенок болеет, вот сзади меня еще такой вот паровозик стоит, которым, да, дышат. Расскажу про наш досуг. В принципе, живя в Приморском крае, да, имея такую вот красивую природу, у нас очень много связано с природой. Например, очень многие увлекаются сейчас такими видами спорта, там, бег, да, где-то в парках, там, или ходьба, или велосипед. У нас это стали нам зимним, зимним, скажем так, видом спорта, стали горные лыжи. Как-то сложилась такая хорошая компания, и мы очень любим выехать зимой, именно если хороший снег, если вот в этом году вообще плохая была, напряженка просто со снегом была, все везде было искусственное, мы выезжаем покататься на горных лыжах. И совмещаем это дело чаще всего с небольшим таким пикничком, с жарением шашлыков, и, в общем-то, с покатушками на тюбингах, может быть, даже на коньках можно покататься, там малышастики катаются на санках. Но вот зимой такой вот достаточно насыщенный отдых, можем сходить куда-то потом в кафе посидеть или в ресторане, то есть это обычные встречи с друзьями. Я сейчас беру отдых тот, в котором задействована вся семья, потому что редко получается так, что можно ребенка оставить кому-то, у меня некому оставлять ребенка, то есть у меня есть дедушка, но он тоже бывает часто занятый на работе, и так просто ему ребенка не спихнешь. Поэтому сейчас временно отложились те мероприятия, например, как поход в кино, на какой-то интересный взрослый фильм. То есть он бывает, то есть мы ходим с мужем, если ребенок, например, в садике, то есть можно пойти на какой-то из дневных сеансов. Поход в театр, тут уж вообще никак, то есть вечером не получается у нас оставить малыша, и поэтому пока вот взрослые театральные постановки отошли на задний план. Но, например, детские, да, детские утренние постановки – это обязательное правило, то есть мы, я стараюсь как-то по воскресеньям выехать с ребенком вдвоем, там кукольный театр или обычный театр, ну, в общем, это должно быть. Игровые центры. Игровые центры есть, наверное, в каждом городе такие, когда вы приходите, то есть покупаете карточку, туда кладется на карточку деньги, и потом этой карточкой вы расплачиваетесь в, я не знаю, там, за игры в автоматах или за пребывание в каком-нибудь месте, где есть там бассейн с шариками, с горками, где могут детки полазить, поиграться. Есть у нас такие центры в городе, их несколько, по-моему, штуки, три, наверное, нет, даже четыре, да, четыре. Есть даже такие, которые совмещены с улицей, то есть когда тепло, устанавливают батуты, и все это вместе совмещенное, то есть хочешь, играя в автоматы, хочешь, там, катаясь из горок, хочешь, там, я не знаю, шариками стреляй, хочешь, там, я не знаю, на батуте прыгай, есть кафешки там обычно, то есть это такой семейный центр, куда можно прийти практически на целый день. И обычно в этих центрах торговых, и они связаны как бы с торговыми центрами, у них бывают комнаты, где можно отпраздновать день рождения, заказать героя, то есть торт, и мы уже так праздновали в трехлетии, и, скорее всего, также будем праздновать в пятилетии. Летом. Летом это однозначно палатки. Я вообще до своего приезда во Владивосток не очень любила палатки, как-то я вообще не понимала это, но приехав сюда, я поняла, насколько это чудесный отдых, потому что здесь люди очень подготовлены к отдыху в палатках, я и не знала, сколько всего интересного напридумали, то есть палатки это могут быть огромные, прям, я не знаю, как квартира, у нас палатка, она занимает полностью вот всю эту комнату, мы ее как-то собирали здесь, и полностью весь зал занимает, у нее есть предбанник, у нее огромное внутреннее пространство, два входа, то есть можно там и сквознячок устраивать, и сетки от комаров, все очень приятно. У нас большие кухни, это навесы такие, вот тоже закрывать их можно, то есть вечером посидеть, плитки газовые с маленькими баллончиками, на которых там не надо мучиться с костром, там готовить на костре, как-то его поддерживать, там заботиться о дровах, то есть костер это только развлечение, это только шашлык, там в первый день, и получается так, что больше удобств всяких стало, да, там всякие стационарные туалеты, там души, еще что-то такое, и больше стало мест, куда можно приехать, заранее зарезервировав место, встать, и оно будет огорожено, например, там какими-то колышками, есть чудесные места в Приморском крае, главное до них добраться, то есть бывает, что тяжело добираться с дорогами, либо бывает, что много народу, и как-то не хочется стоять вот в огромном палаточном лагере, очень много к нам друзей приезжает из Хабаровского края, да, я думаю, Танюша, Таня, 7111, привет тебе, привет тебе, моя дорогая, я знаю, что вы тоже с мужем приезжаете сюда отдыхать, здесь есть просто потрясающие места, в прошлом году был отдых подпорчен, потому что у нас появились акулы, их, видимо, занесло теплым течением, особенно после этих событий на Фукусиме, возможно, они облюбовали наши воды, они не сильно горячие, но и не сильно холодные, то есть вода потеплела, и было у нас два таких очень нехороших случая, когда акула напала на человека, слава богу, все выжили, но, в общем, парень один, молодой совсем, он остался без двух рук, она ему просто откусила их по локоть, он спасал свою жену, отбивался от нее, но, к сожалению, вот закончилось все очень трагически, поэтому сейчас, да, сейчас отдых несколько осложнен, именно присутствием хищников, но, в принципе, это все поправимо, то есть есть места, где открытое, более открытое море, и там более мелко, предположим, нет такого вот сразу резкого углубления дна, и там, конечно же, хищников нет, то есть можно спокойно отдыхать, мы в таком месте были, у меня есть видео на канале, Новолитовск, по-моему, называется, деревушка, и около нее есть чудесная бухта с натуральной мелью, и, соответственно, там очень здорово отдыхать, потому что хищников там, в принципе, нет. Дальше, катер, если есть катер, то, пожалуйста, все близлежащие острова, коих огромное множество, они открыты, и, пожалуйста, можно туда поехать, отдыхать, это просто чудесно, потому что во Владивостоке очень часто так бывает, что в июле очень такая, может быть, влажная погода, могут еще быть мороз и туманы, но стоит только отъехать от города, и яркое солнце, везде хорошая погода, это вот такая аномалия городская, прям отъезжаешь, и города не видно, потому что вот такой вот туман, прям клубится над сопками, и наползает все, то есть в городе погоды нет. Что еще летом? Летом у нас это путешествие, ну, если катер, то это, понятное дело, рыбалка, о, я до сих пор помню свою первую камбалу, которую я поймала, боже, это такое счастье было, и она такая вкусная была. И, конечно же, это путешествие, да, когда у нас выпадает лето, мы куда-нибудь обязательно ездим, чаще всего летаем, куда-нибудь в Юго-Восточную Азию, я очень люблю Таиланд, мечтаю побывать в Сингапуре, в Малайзии, обожаю Корею, то есть, в принципе, Сайпан тут еще рядышком, недалеко, тоже до него, в общем, не так далеко лететь, то есть, путешествия, это, как бы, моя страсть, я их обожаю, и для меня это, когда ребенок сейчас уже подрос, более-менее, это очень приятные моменты всегда, я люблю путешествовать, я люблю планировать путешествия самостоятельно, мы всегда ездим только самостоятельно, ни в какие турагентства, ни в какие туроператоры мы не обращаемся, я считаю, что это лишняя отрата денег, однажды спланировав путешествие в Таиланд, мы ни разу не пожалели о содеянном, и были, в общем-то, ну, я не знаю, я была приятно удивлена, сколько денег можно было сэкономить на путешествии, я вот все планирую как-нибудь снять видео о том, как спланировать путешествия, то есть, как это сделать самостоятельно, в принципе, ничего сложного в этом нет, то есть, есть куча форумов по путешествиям, по самостоятельным именно путешествиям, сейчас есть кредитные карты, есть сайты с бронированием гостиниц, есть информация вся о транспорте, билеты можно покупать онлайн, то есть, в принципе, мы все спланировали, вообще не выходя из дома, то есть, я вышла из дома только один раз, чтобы поехать и купить билеты, то есть, заранее забронированные, и просто выкупить их в авиаагентстве, все, и путешествие прошло просто на пять с плюсом, мы очень были довольны, я была настолько счастлива, что можно ездить самостоятельно, и ни от кого при этом не зависит, потому что я ненавижу группы, я терпеть не могу зависеть от людей, которые кто-то опаздывает, кто-то чем-то недоволен, кто-то там поругался со своей второй половиной, это настолько напрягает всегда, это настолько мне вот не нравится, поэтому лучше самостоятельно. Замешиваются, скажем так, прогулки, то есть, так как у нас в городе есть курортные зоны, есть санаторий, куда можно зайти за небольшую плату, погулять, покормить белок, я не знаю, полюбоваться прекрасной природой, у меня также есть вот одно видео, санатория Седанка, за городом находится, правда, уже была, то есть, это уже был конец-конец-конец осени, и было достаточно уже уныло, так немножко серо, уже красота вся облетела с сопок, но, поверьте мне, когда начало, вот сентябрь, да, золото, красный цвет, багрянец, да, вот зелёный ещё какие-то такое, где сопки, это настолько красиво, то есть, этим можно любоваться бесконечно, в лес ходить, когда уже клещей особо нет, да, когда вся природа, вот она, и тепло, и она всё как-то замирает, что ли, вот в этом вот прекрасном, в своём таком совершенстве, да, которое можно встретить только в природе, нерукотворном, для меня это чудесное просто времяпровождение, то есть, просто, просто прогулка по лесу, либо по санаторию, по парку такому загородному, очень мне нравится, ботанический сад, есть несколько таких центров, скажем так, то ли дом отдыха, ну, это сложно сказать, то есть, там есть домики, которые можно забронировать, да, место, есть маленький зоопарк, есть какие-то мастер-классы для детей, там, по лепке, по рисованию, то есть, ты приезжаешь туда на субботу-воскресенье и чудесно проводишь, в общем-то, досуг, каждому найдётся развлечение, зимой это коньки, лыжи, а летом это, там, купание, гуляние, пикники, шашлыки и всё такое прочее. Вот, наверное, всё, да, я, наверное, про всё рассказала, то есть, в принципе, отдых достаточно разнообразный, всегда хочется чего-то нового, всегда бывают какие-то вот новые моменты, я, честно скажу, ни разу как-то вот к музыкальной теме не обращалась, надо, наверное, просто подробнее узнать, я знаю, что бывают в филармониях различные абонементы для дошкольников, для школьников, и я, когда была маленькая, когда-то давным-давно, также имела такой абонемент и ходила знакомиться с музыкой, знакомились, рассказывал, да, то есть, человек на сцене рассказывает про известные оперы, про музыкальные произведения, про термины музыкальные, тут же идут отрывки настоящим оркестром сыгранные, что-то вот в Приморье я такого не встречала в Владивостоке, может быть, просто я не интересовалась, я знаю, что в Самаре очень и очень много таких вот мест, именно вот связанных с музыкой, да, с музыкальным развитием при художественных школах, музыкальных школах, при филармонии, каких-то музыкальных театрах, мы к этому пока как-то не приобщились, хотя, конечно же, нужно, то есть, я вижу, что ребенок музыку чувствует хорошо, что у него есть слух, и надо обязательно-обязательно все это дело развивать, вот, поэтому, ну, я не идеальная мама, что ж, все еще впереди, я думаю, что все мы еще успеем. Всем спасибо за внимание, всем всего самого доброго, найдите меня в Твиттере, я есть ВКонтакте, пока!